Добрый вечер! Продолжается программа «Вечер на Тагил ТВ» и у нас в студии появился долгожданный гость, гость именит, это гость не только нашей студии, но и нашего города, Джан Пауло Ди Роза. Буна сера, маэстро! Буна сера, грация! Джан Пауло Ди Роза, известный в мире пианист, органист, клавесилист, профессор музыки, преподаватель университета музыки в Португалии и арт-директор института в Риме. Итак, мы будем говорить по-итальянски, но вы, естественно, будете слышать речь на русском языке. Первый вопрос, Джан Пауло. Вот этот кофе, он чем-то отличается от того, что пьют в Италии? Ну, вот я прямо сейчас и попробую. Хорошо, хорошо. Разница в том, что в Италии, как вы знаете, эспрессо подается в очень маленьких чашечках, возможно, даже чересчур маленьких. А мне нравится, когда много кофе. Вот прямо как здесь. Так что это в самый раз. Идеально. Отлично. Один из стереотипов нашего представления об итальянцах заключается в том, что они постоянно пьют кофе. Утром, днем, днем, потом пару раз вечером. Вот вы лично много выпиваете кофе за день? Несмотря на то, что эспрессо в чашечке немного, вкус у него очень сильный. Так что три чашечки кофе в день для меня в самый раз. Иногда, может быть, чуть больше. И всегда по утрам я пью кофе. Жан-Пауло, для небольшого промышленного города, такого, как наш, видеть и слышать музыканта вашего уровня, это самое настоящее чудо. Даже если не все это понимают, для меня это бесспорно. А вот вы насколько тщательно выбираете город, куда хотите поехать с концертом, или вам не важно, где выступать? Я, в самом деле, очень рад находиться здесь, в этом городе. Как вы знаете, я органист. Я играю на этом весьма специфическом инструменте. Специфическом в том смысле, что лучшие экземпляры такого рода инструментов находятся только в больших городах, в храмах и в концертных залах. Но и в городах поменьше можно найти интересные музыкальные инструменты. Поэтому игра на органе позволяет мне много путешествовать, посещать как и большие города, так и города поменьше. В этом смысле для меня нет разницы, большой это город или маленький. Если бы я не был музыкантом, я никогда бы не приехал в эти места, так что только благодаря органу я могу посещать самые интересные точки земного шара. Это ваш третий визит в Россию? Да, это мой третий визит в Россию. Я дважды был в Санкт-Петербурге. Один раз я давал концерт в филармонии, а второй раз приехал в отпуск, потому что мне очень нравится этот прекрасный город. И в первый раз я здесь, на Урале. Так что в целом всего это третий мой визит. Сколько российских городов вы еще посетите во время тура? Несколько разных городов здесь поблизости. Тур начинается сегодня здесь, в Нижнем Тагиле. Завтра концерт в Екатеринбурге. Потом Омск, Пермь, Челябинск, Тюмень. Простите за произношение. И закончится турне в Москве, в Кафедральном соборе. Ваше мировое турне включает в себя концерты в Австралии, Южной Америке, России, США, Африке. Прежде всего мне интересно, чего вам больше всего не хватает, когда вы не дома, а вне Италии? Замечательный вопрос, правда. Я должен подумать, когда я дома в Италии, как и любой из нас, у меня окружают масса вещей, к которым я привык, с которыми мне уютно. В том числе мой музыкальный инструмент, на котором я могу в любой момент сыграть. Когда же я путешествую, у меня другие потребности. И это такое продолжающееся постоянное путешествие, самолеты, поезда. Мне это нравится, потому что пространство – одно из двух основополагающих понятий человеческой жизни – пространство и время. И игра на органе позволяет мне пересекать это пространство, посещать интересные места, знакомиться с новыми людьми, разговаривать на разных языках. На русском, правда, я пока не говорю, мне очень жаль. А не хватает мне домашнего уюта, к которому я привык дома. Его невозможно засунуть в маленький чемодан, а путешествую я всегда с небольшим чемоданом. Где вы живете в Италии? Сейчас, вот уже шесть лет, да, шесть лет, я живу в Риме, в самом центре, это прекрасное место. А родились вы в Чезене, если не ошибаюсь? Да, совершенно верно. Это в Эмилии, Романья? Именно так, вы прекрасно осведомлены. Чезена – небольшой городок в Эмилии, Романии, примерно 100 тысяч жителей. Город средиземноморский, исторический, неподалеку от таких известных городов, как Болония и Равена, на адриатическом побережье Италии, в то время как Рим на противоположном берегу, на побережье Теренского моря. Обычно, отвечая на вопрос, откуда вы, итальянцы говорят, сначала, к примеру, я из Турина, потом я из Пьемонта, и только потом я из Италии. То есть для них важнее принадлежность к родному городу, а не к стране. Вот вы, прежде всего, житель Чезены, романьолец, итальянец, или, не знаю, гражданин мира. Нет, я, безусловно, итальянец, в первую очередь. Не могу сказать, что я житель Чезены, потому что я там только родился, но никогда не жил. А рос я неподалеку от Рима, не в самом Риме, а в небольшом городе под Римом. Мои родители, отец был родом из Неаполя, это юг Италии, а мама, наоборот, с севера, как раз из Чезены, так что это не тот пункт, с которым я могу себя идентифицировать. Так что я, безусловно, сначала итальянец, потом европеец, но вообще прекрасно себя чувствую, путешествуя по всему земному шару. Расскажите, пожалуйста, о ваших родителях. Моих родителей, к сожалению, больше нет, как говорим мы в Италии, они сейчас на небесах. Мой отец, как я уже сказал, был родом с юга Италии, из Неаполя, где очень сильное влияние Испании. Она там рядом, и более того, эта часть Италии была под испанским владычеством в свое время. Это накладывает отпечаток на средиземноморскую культуру, отношения, а также и на то, как выглядит человек, на внешность человека. Мама была родом с севера, как раз из города Чезена, там гораздо холоднее, и зимой всегда идет снег. Ну, вы здесь к этому привыкли. Ни мама, ни папа не были музыкантами, но они всегда меня поддерживали, помогали мне, когда я решил заниматься музыкой. Несмотря на то, что их больше нет в живых, они всегда со мной. И вот я недавно говорил про время и пространство, так вот, я имею в виду и в том числе пространство между небом и землей. Когда вы начали заниматься музыкой? Я начал заниматься музыкой в 9 лет. Знаю, что можно начать заниматься и раньше, особенно здесь, в России, много талантливых детей и замечательных, которые очень рано начинают заниматься музыкой, и вообще музыкальная школа в России, одна из лучших в мире. Играть на фортепиано и на скрипке дети в России начинают очень рано. Но я начал в 9 лет и начал с игры на фортепиано. Долгое время я оставался исключительно пианистом. К органу я пришел довольно-таки поздно, мне уже было 24 года. Так что, оставаясь пианистом, я изучал в Риме экономику и право, не только музыку. А когда решил заняться органом, в смысле обучиться игре на органе, я понимал, что мне придется покинуть Италию, переехать в Германию, затем в Париж, и потом ехать до Португалии. Именно там, кстати, я получил свое первое поста, первую должность профессора в португальском университете, где преподавал музыку. И долгое время жил между Португалией и Германией. И только 6 лет назад я вернулся в Рим, как я уже говорил. В 90-е годы, когда вам было лет, скажем, 19-20, безумной популярностью пользовались рок-музыканты, такие как группа Нирвана, например. Почему вы тогда не взяли в руки гитару, как некоторые другие молодые люди, а выбрали орган? Это тоже очень хороший вопрос, правда. Должен сказать, что в 90-е годы я не очень был знаком с творчеством группы Нирвана, а вот чуть раньше, когда мне было лет 16-17, я сильно заинтересовался рок-группами, не просто рок-группами, а группами, играющими хард-рок, такими как Deep Purple, Pink Floyd, Queen. Именно благодаря увлечению роком я пришел к импровизации, в том числе к импровизации на органе. Музыкальной импровизации я учился самостоятельно, никто меня этому не обучал, а учился как раз слушая рок-музыку. Рок прекрасно этому способствует, как и джаз, но я учился на роке, где есть бас-гитары, ударные установки. И вот так, слушая рок-группы, я начал мало-помалу сочинять сам, импровизировать на музыкальном инструменте. А выбрал я орган, потому что до этого я играл на фортепиано, то есть на клавишном. У органа тоже есть клавиши, но орган очень большой, невероятно большой. И это специфический музыкальный инструмент, который похож на целый оркестр. И мне он позволяет делать все, что я хочу. В том числе импровизировать. Играть, ну, не обязательно рок, но, например, блюз. Это вполне возможно на органе. Тяжело импровизировать на органе? Это очень непросто, потому что инструмент очень большой, и он отличается от фортепиано. Вот мне стоит сесть за фортепиано, я мгновенно начну играть. Где бы я не сел за пианино, я сразу начну импровизировать. А если я сажусь за орган, я не могу начать играть сразу же. Мне нужно настроить регистры, послушать эти флейты, трубы, все эти звуки, которые орган может издавать. Это как машина, как оркестр. У него несколько клавиатур, 2, 3, 4, до 5, плюс педали. Так что все это очень непросто. Но вы не просто органист-импровизатор, вы также и педагог музыкальной импровизации, верно? Как можно этому научить? Как можно научить импровизации? Да, это самое сложное, пожалуй. Я преподавал импровизацию в течение 10 лет в университете. Сейчас я это делаю исключительно на курсах, как, например, те, которые состоятся в ноябре, в Хельсинке, в Академии Сибелиуса. Каждый музыкант очень по-разному, очень по-своему реагирует на музыкальную импровизацию. Есть прекрасные органисты и пианисты, очень талантливые, которые играют исключительно написанный репертуар. Они не импровизируют. То есть, прежде всего, я как преподаватель должен понять тип психологии этого музыканта и его отношение к конкретному инструменту, к тому инструменту, на котором он может позволить себе импровизировать. То есть, эта работа очень близка к работе психолога. В том числе и потому, что многие музыканты замечательные, правда, очень талантливые музыканты, просто боятся импровизировать. Но ведь, если ты ошибаешься, ничего страшного не происходит. Но они боятся. Так что нужно войти в эту сферу личных отношений, сферу психологии, чтобы понять, как, кто и на каком музыкальном инструменте все-таки сможет импровизировать. Импровизация вообще очень близка к композиторскому искусству. Композитор пишет музыку, импровизатор не пишет. Он сразу же играет. Играет то, что ему приходит в голову в настоящий момент, в реальном времени. И он не имеет права на ошибку. Здорово. Ваша должность, вернее, одна из ваших должностей, называется, если не ошибаюсь, арт-директор Португальской церкви в Риме. Церкви или, правильно сказать, института. Итак, итак. Это Португальский институт Санкт-Антонио в Риме, то есть институт португальской культуры. И как институт культуры он продвигает различные виды искусства, такие как музыка, живопись, различные художественные выставки устраивает и курсы португальского языка в Риме. А внутри этого института есть католическая церковь, национальная церковь в Португалии. Ректор этого института, он же священник этой церкви, монсеньор Агустиньо Борджес, мой друг, и он занимается всей культурной и духовной деятельностью этого заведения. В мою же компетенцию как арт-директора этого института или церкви входит вся музыкальная часть. И в особенности, конечно, та, что касается органной музыки, поскольку среди нескольких органов, которые есть в этом институте, один совсем новый, он был создан буквально пять лет назад, один из лучших органов в Риме, в Италии. Мы с ректором этого института организовали фестиваль органной музыки, самый большой в Италии и один из важнейших в Европе. Каждое воскресенье в течение всего года в этой церкви проходят органные концерты. Я составляю программы этих концертов, но поскольку я еще и концертирующий органист, то и во многих из них сам принимаю участие как музыкант. Так что это мое музыкальное жилище, художественная резиденция, так сказать. Традиционно сложилось так, что орган неразрывно связан с церковью. Атеист может стать органистом? Думаю, что да. Думаю, да. Во всяком случае, я не вижу никакого препятствия этому. То есть это не вопрос религии? Очень важна здесь религия все-таки, поскольку в христианской традиции я не говорю про ортодоксов, поскольку там важнейшим музыкальным, так сказать, инструментом был все-таки человеческий голос. А вот если мы возьмем другие конфессии, там, начиная с севера, это англиканцы, евангелисты и католическая церковь, для них орган — неотъемлемая часть церкви, и орган развивался вместе с церковью. И, конечно, это вопрос религии, это вопрос духовности, поскольку орган является неотъемлемой частью литургии. Конечно, неверующий человек может, безусловно, научиться играть на органе, ему просто никто не может запретить. Но поскольку органы, как правило, располагаются в церквях, ему придется ходить в церковь, чтобы играть на любимом музыкальном инструменте. А если ты все время в церкви, ты так или иначе становишься верующим человеком. Понятно. Вы очень много путешествуете, разъезжаете по миру, а семья у вас есть? Сейчас нет. Сейчас я один. Я живу один. Это не просто... Да, спасибо за этот вопрос. Как вы правильно сказали, я много путешествую, и очень сложно совместить семью с путешествиями. Семья — это что-то очень стабильное, постоянное. Я понимаю, что так будет не всегда, не всю жизнь. Но пока я один. И последний вопрос, Джан Пауло. Кто из популярных итальянских певцов сегодняшних вам больше всего нравится? Пожалуй, это два человека, но скорее не благодаря языку, не благодаря философии, которая в их текстах, а потому что они развили два совершенно разных музыкальных направления, направления, в которых непросто существовать в итальянском языке. Один из них — это Васко Роси, который играет поп и рок в основном. А второй — это Дзук Керо, который существует в стиле ритм и блюз, что-то похожее на Джо Кокера. Но чтобы они не играли поп, рок или ритм и блюз, они замечательные, они великолепные просто. Спасибо, Джан Пауло, за то, что пришли, за ваши ответы. Спасибо, спасибо. Джан Пауло Ди Роза был в нашей студии. Вы сами все слышали и сами все видели. Вечер на Тагилл ТВ продолжается. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok